К другим темам. Историческое и культурное наследие города. Петропавловский художник Александр Листопадни решил воссоздать изображение мечетей православных храмов областного центра в их первозданном виде. 12 уникальных работ сейчас находятся в Епархиальном музее Храма Всех Святых. Увидеть картины петропавловцы смогут на выставке в середине марта. Одними из первых познакомились с ними наши корреспонденты. Впервые идея изобразить на холстах религиозные памятники Петропавловска у Александра Листопадниева возникла в 2017 году. По его словам, до начала 20 века в областном центре было семь православных храмов и шесть мечетей. Большую часть уничтожили в советское время. Лишь единицы сохранились до наших дней. Правда, за век значительно изменились. У этих уникальных памятников архитектуры был особенный стиль и принцип постройки, который сегодня уже не встретить, говорит Александр Иванович. Как правило, мечеть ориентировалась на кабу. Продольная ось, на которую нанизывалась пештак, это входная часть. Потом вестибюльная группа, куда входили верующие. Дальше они входили в зал. Вот он, три окна. Вот это зал. Зал большой, где минбар был установлен, на который сидел имам и читал проповедь. А за ним располагался так называемый михраб. А еще на входе встречал минарет. Халитовская, Давлет Кельдеевская, Чалы Казахская. Всего Александр Иванович нарисовал пять мечетей. Задача воссоздать утерянные памятники религии оказалась сложнее, чем мог себе представить художник. На помощь пришли знакомые фотографы. Много информации взял в областном архиве. Только узнав все детали оформления здания, мастер брал в руки кисть, пастельные краски и приступал к работе. До наших дней сохранилась лишь Халитовская мечеть. На месте остальных появились предприятия. А там, где была Касимовская мечеть в 1795 году постройки, теперь находится сауна. Также мало сохранилось православных храмов. С лица Петропавловска исчезла Мариинская церковь, построенная в 1904 году. Она была возведена в псевдорусском стиле, оформлена гранитом. На окнах сделаны небольшие заострения, напоминающие кокошники. Не меньшей красотой блистал Вознесенский собор. На его месте находится русский драматический театр. Стилевая его принадлежность, этого здания Сибирская барокко, нарастание объемов по вертикали. Ну вот тоже видите, вот колокольня на переднем плане, вход через колокольню. Дополнительные входы противопожарные были слева-справа. Ориентирован он был запад-восток. Вы видите богатое декоративное убранство. Над основным молитвенным залом вот такой большой барабан, на котором луковица венчает. Тоже на маленьком барабане луковичная башенка и на верши был крест православный. А это один из старейших храмов города. В 1766 он носил название верховных апостолов Петра и Павла. На этом месте за 14 лет до его постройки возник наш город. Место храма заняло предприятие Изолит. Как напоминание о нем остался лишь молитвенный зал. Александр Листопани продолжает искать информацию о городских церквях и мечетях, чтобы нарисовать их. Увидеть картины художника петропавловцы смогут на выставке, которая организовывает Епархиальный музей храма всех святых. Она откроется 14 марта в Музее изобразительных искусств.